готов всем привет, это пацан главный по выживанию 140 дней провел на улице в Барселоне в карантин я заскочил в магаз с квот и это мой выбор минимал пак по выживанию также вы можете посмотреть товары на сайте и выбрать более обширные вещи и которые будут вам подходить но я расскажу про свой выбор и мы начнем это будет рюкзак рюкзак Докаин я всегда выбираю, чтобы были крепления для доски и не только также можно сюда поместить палатку и спальник и он достаточно объемный и от этого объема уже можно отталкиваться сколько ты можешь вместить также лямки очень важны потому что идет нагрузка особенно когда ты не один час ходишь в моем случае я ходил с рюкзаком каждый день у меня было где-то три килограмма вещей с собой от трех до пяти килограмм и вот такие лямки очень спасают также из боков здесь есть секции они пригодятся вам для любых мелочей под воду, под термос здесь есть секции внешние и внутри мне чем нравится я всегда выбираю, чтобы был отдел для ноутбука в путешествии это может быть нетбук и еще здесь специальная такая защитная мембрана от намокания это тоже очень важно потому что носите с собой документы чтобы они не промокали и тоже, чтобы все было компактно так, рюкзак есть дальше второй важный пункт это обувь из того, что мне понравилось и из личного опыта блейзеры более универсальные и в принципе подходят ну не натирают ногу из опыта проверено и в принципе долговечные то есть блейзеры это скейт классика это мой выбор по обуви дальше это термос термос от фирмы Пикчер мне понравилась эта фирма то, что она реально специализируется на походных всяких штук и вещах мне это очень нравится и термос вещь вообще незаменимая то есть ты идешь захотел согреться или просто чайка попить бам кружечка все компактно вещи качественные мне понравились объем надо смотреть ну где-то 0,75 вполне такой то есть не надо брать огромные вещи в поход стараться выбирать более минимальные вещи и более легкие вещи это самое главное потому что все в совокупности это очень тяжело носить на себе и я вот стараюсь всегда брать самые легкие вещи и самые надежные также следующее это фляжка с водой можно конечно брать и пластиковый но пластиковый со временем теряет свои свойства и вкус пластика фляжка с водой она специализированная и очень удобная и у тебя она никогда не пробьется то есть максимум может погнуться и достаточно легкая и тоже удобная так что бренд пикчер мне нравится хорошая движуха следующее это майка хлопковая майка всегда хороша в путешествии что ты не особо воняешь и с тобой все норм и хлопок всегда рулит вот синтетика не очень нравится на любителя вот хлопок сама то следующее это джинсы джинсы выбираю из принципа широкие чтобы были удобные но не супер широкие толстая ткань чтобы тебя не прокусывали комары и тебе было достаточно комфортно чтобы ничего не порвалось то есть джинсы ну вот с плоти мне понравились дикие черные черные это всегда классика плотная ткань мне вообще нравится вообще реально крутые следующее это куртка куртка тоже пикчер более такая реально походная и вот чем мне понравилось первое это здесь увеличено для шеи место чтобы она закрывала шею тебе меньше продувало и меньше закусывали комары и такой ткань прям походный очень хорошая понравилась да хорошая вещь реально пикчер вообще походу рулит ну носки носки надо брать плотные толстые но это лично мой выбор чтобы меньше ногу натирала и высокие путешествия то есть ну и высокие не понравились да спокойно взял обрезал но это уже если не нравится чтобы меньше закусывали комары и более комфортные толстые вещи потому что им более доверяю они более долговечные это мне больше нравится это по носкам следующее это флис флис это всегда хорошо это мягкий материал и ты легко согреваешься пацаны из соуру вообще делают всегда хорошие вещи мне прям нравится лично с ними знаком потому что это барселонские ребята хорошие вещи реально флис всегда нравится тоже здесь шея высокая тоже закрывает это очень важно то есть жарко расстегнулся все норм то есть это лично мой выбор и вот такой пак для путешествий с которым будет более менее комфортно путешествовать и реально хорошие вещи все вообще старайтесь брать проверенные вещи и если вы взяли вот эти вещи старайтесь с ними походить несколько дней сделать какой-нибудь пробный походик и реально их пробовать потому что чтобы не было никакого дискомфорта чтобы ничего не натирало чтобы вещи были реально комфортные берите самые удобные комфортные вещи и стараться реально брать самые легкие вещи это вам реально поможет двигаться на комфорте потому что из личного опыта проверено часто берешь вещи потом натирают мозоли либо рвутся джинсы неудобные все должно быть комфортно, потому что активность максимальная в путешествии, ты не сидишь дома, ты находишься вне зоны комфорта. Из-за этого старайтесь подбирать прям самые-самые нужные вещи и самые комфортные. Это был мой минимал пак, выбор на путешествия, с которым вам будет комфортно, не самый дешевый, но эти вещи того стоят. С вами был Пацан, а это стандарт качества, проверенный временем. В следующем видео мы расскажем люкс-пак, в котором вы будете двигаться на комфорте, но подороже, конечно, будет подороже. Все, всем пока, путешествуйте, пока погода позволяет, хоть границы и закрыты.